здравствуйте ребята тема нашего урока кислоты кислоты это неорганические соединения один из классов неорганических соединений которые состоят из атома водорода и кислотного остатка как вы думаете где мы можем встречаться в природе с кислотами само название кислоты как вы думаете какой она имеет вкус правильно мы уже с вами встречались немного раньше с этими понятиями правильно в яблоках это яблочная кислота или щавели щавелевая кислота или в лимоне лимонная кислота это все органические кислоты мы с вами прошли органические ознакомились с ними сегодня мы разберем класс неорганических соединений кислоты неорганические соединения одна из этих кислот например соляная содержится составе желудочного сока который вырабатывается для растворения той пищи которая к нам попадает общая формула кислот hr как я сказала общая формула hr это кислота посмотрите данная формула состоит из атома водорода и кислотного остатка атом водорода способен в ходе реакции замещаться на атом металла и тогда уже из кислоты может получиться соль кислоты зависимости от того сколько этих атомов водорода обратите внимание дано на на данные формулы аж хлор h2 со4 аж и но 3 h2 co3 h3 по 4 что есть общего правильно наличие атома водорода а чем они отличаются абсолютно верно количеством этого атома водорода в этих формулах атом водорода одновалентный и именно по индексу который стоит у водорода мы можем определить валентность кислотного остатка посмотрите аж хлор атома водорода 1 поэтому хлор одновалентный со4 аж 2 со4 раз атома водорода 2 значит и формула кислотного остатка будет 2 аж и внутри тоже одна основная кислота атома водорода 1 соответственно кислотный остаток будет одновалентный попробуйте определить формулу кислотного остатка co3 правильно 2 следующая формула аж 3 по 4 какова будет валентность абсолютно верно она равна трем классификации кислот то есть мы сейчас уже разобрали кислоты у нас делятся по количеству атома водорода как мы говорим по основности это одноосновный если атомов водорода 1 2 основные если атомов водорода 2 3 основные если атомов водорода 3 также у нас есть кислоты в которых есть 4 их мы относим к многоосновным еще у нас кислоты разделяются по наличию или содержанию кислорода отсюда мы делим кислород содержащий и без кислородные к ним относятся например h2s о4 то есть когда мы произносим саму формулу у нас элемент кислород о произносится сам и мы понимаем что это кислород содержащая кислота или например без кислородный h хлор или h2s вы слышите о нет она не произносится значит мы отнесем эту кислоту без кислородным давайте проклассифицируем например h2 давайте разберем какая она по основности и по наличию атома кислорода абсолютно верно она одна основная и без кислородные следующее h2s о3 по основности абсолютно верно она двух основная и по содержанию кислорода еще раз h2s о3 правильно вы слышите кислород поэтому она относится к кислород содержащим физические свойства кислот раствор как мы сказали имеет кислый вкус кислый вкус дает наличие присутствия ионов водорода также они бывают разные по агрегатному состоянию например такие кислоты как ортофосфорная или борная они относятся к твердым жидкие h2so4 heno3 h хлор растворимый и нерастворимый к нерастворимым относятся кремниевая кислота она обычно выпадает в виде осадка изменение окраски индикатора в зависимости от того какой индикатор мы используем а индикатор это вещество которое определяет наличие среды как я вам сказала во молекуле кислоты у нас есть ионы водорода именно они придают кислую среду данному веществу в кислой среде лакмус у нас становится красным метилоранж у нас тоже меняет от оранжевого ближе к красному то есть он приобретает немного розоватый оттенок но фенолфталин абсолютно не подвержен действию он не меняет никак свою окраску и так разрушает кожу ткани и древесину то есть какой мы можем сделать вывод правильно при взаимодействии при работе с кислотами мы обязательно должны соблюдать правила безопасности если например кислота капнула нам на кожу мы можем нейтрализовать ее действием соды потому что сода это щелочь а щелочь нейтрализует кислоту это свойство мы прошли с вами на прошлом уроке когда изучали химические свойства оснований давайте разберем химические свойства кислот при взаимодействии металлов с кислотами когда кислота действует на металл у нас кислота выделяет водород то есть металл вытесняет атом водорода и образуется кислотным остатком соль но у нас есть так называемый ряд бикетова то есть это ряд активности металлов у нас металлы делятся на активные это металлы первые и вторые группы среднеактивные и неактивные перед вами этот ряд представлены то есть такие элементы как литий рубидий то есть от лития до алюминия это активные металлы дальше от марганца до свинца то есть все эти элементы активные среднеактивные они будут выделять водород если металл стоит после водорода то эти элементы не вытесняют но здесь есть тоже нюанс мы не берем в расчет концентрированную серную кислоту и азотную разбавленную и концентрированную потому что данные три кислоты будут образовывать вещества соль, газ и вода это исключение из этого правила Бекетов Николай Николаевич именно он открыл данный ряд который у вас представлен в учебнике на странице 114-115 вам дается в 11 таблице именно перечень всех кислот которые чаще будут встречаться в нашем школьном курсе химические свойства следующее взаимодействие с оксидами основные оксиды взаимодействуют кислотами образуя соль и воду это свойство для вас также не является новым потому что эту тему мы проходили когда изучали химические свойства оксидов следующее свойство взаимодействие с основаниями вы помните из химических свойств оснований что при взаимодействии щелочей и нерастворимых оснований с кислотами также образуется соль и вода взаимодействие с солями если соль прибавить с кислотой то у нас получается соль и вода посмотрите перед вами ряд кислот каждая предыдущая кислота может выделить из соли последующую итак перед вами представлены например две слабые кислоты то есть эти кислоты они существуют только в водных растворах почему они называются слабыми потому что они практически сразу начинают распадаться на кислотные оксиды и на воду то есть угольная кислота она начинает распадаться на углекислый газ и воду или сернистая кислота начинает распадаться на сернистый газ и на воду кремниевая кислота как мы уже с вами разбирали она выпадает в осадок сероводородная кислота у нас есть такой вид кислот то есть когда мы берем газы например хлороводород или сероводород мы эти газы растворяем в воде соответственно газ растворенный в воде когда мы оставляем открытым такую кислоту то газ просто улетучивается получение кислот бескислородные кислоты получают при взаимодействии не металлов с водородом кислород содержащий кислоты чаще всего получает при взаимодействии кислотных оксидов с водой есть еще одно свойство это взаимодействия соли и кислоты вот смотрите например при взаимодействии хлора с водородом у нас получается хлороводород это газ этот газ пропускают через воду и у нас получается раствор соляной кислоты то есть соляная кислота это раствор хлороводорода если мы возьмем сернистый газ и соединим с водой у нас получается сернистая кислота а вот если мы возьмем соль сернистой кислоты и соединим ее с кислотой то здесь получается у нас реакция обмена то есть натрий будет соединяться с кислотным остатком от серной кислоты с образованием другой уже соли сульфата и будет образовываться другая кислота h2so3 но обратите внимание я только что вам говорила что сернистая кислота она слабая и она не будет оставаться в таком виде она будет распадаться на сернистый газ и на воду я бы хотела сейчас еще обратить ваше внимание где вы можете столкнуться с кислотами например и оказать себе первую помощь кто-нибудь из вас когда-нибудь попадал в крапиву либо в муравейник вас покусали муравьи какой был эффект правильно у вас начался зуд очень сильно чесалось и что вы обычно какой вы себе первую помощь оказывали чаще всего абсолютно верно вы начинаете смывать водой этого ни в коем случае нельзя делать потому что в кислоте есть большое содержание и он у водорода и в воде эти ионы водорода также присутствует когда вы начинаете помещать руку под воду вода начинает усиливать действие кислоты пока вода течет как бы да так на руку кажется становится прохладнее и немножко зуд успокаивается но как только вы руку от воды убираете зуд усиливается что же делать при этих случаях например вы можете взять тот же раствор соды и просто обработать ни в коем случае не помещайте руку в воду либо вы можете взять обычный нашатырный спирт который тоже имеет челочную среду и просто протереть места раздражения и у вас кожа немножко успокоится это одно из тех сред которые вы просто можете столкнуться и так на дом на странице 120 третье задание у вас спрашивают какие из следующих металлов вытесняют водород из соляной кислоты то есть вы используете правильно ряд бекетова например калий взаимодействует соляной кислоты давайте вам покажу на первом примере а дальше вы уже сделаете сами предположим калий плюс формула соляной кислоты вы можете найти в таблице 11 плюс аж хлор так как калий является основным активным элементом и стоит он до водорода то он с легкостью вытесняет водород в газообразном виде а с кислотным остатком так как кислота одна основная то валентность кислотного остатка равна единице то есть мы соединяем калий с кислотным остатком хлором так как калий одновалентный и хлор одновалентный формула остается также и уравниваем на этом наш урок подошел к концу до свидания ребята а